Следующая информация будет интересна для любителей спорта. Непобежденный российский боксер, уроженец Славянска на Кубани, Дмитрий Михаленко, одержал досрочную победу над экс-чемпионом мира Венесуэльцем Йоханом Пересом. С титулованным спортсменом пообщались наши корреспонденты. Манера Димина, это постоянный прессинг, большое количество ударов, она в действии сейчас. Поединок проходил в упорной борьбе, но Дмитрию Михаленко удалось победить. По результату встречи он примерил пояс N-A-B-A. Теперь уже чемпион Северной Америки по версии W-B-A, Дмитрий Михаленко родился в Славянске на Кубани. В детстве, вспоминает боксер, занимался борьбой, бегом, волейболом, баскетболом, но все же сделал выбор в пользу бокса. Любовь к боксу пришла, наверное, не в Славянске на Кубани, а в возрасте 5-6 лет на Украине, когда мы ездили к бабушке в гости, и там у меня двоюродный брат, старший, занимался боксом. То есть я был ребенком и видел это все, мне это понравилось. Перчатки, как машут кулаками, и мне вот с детства хотелось заниматься боксом. Но в Славянске у нас не было секции, поэтому перепробовал все возможные виды спорта. Это борьба, баскетбол, волейбол. Ну, нигде не задержался, так как, наверное, это было не мое. И в возрасте 11 лет в четвертой школе открылась секция, тренировал Говора Виктор Егорович, мой первый тренер. Вот, я записался туда. Ну, от этого началась, можно сказать, моя карьера. Продолжил тренировки Дмитрий под руководством заслуженного тренера России Николая Лопатина. Достигнув высоких результатов на любительском уровне, известный боксер собирался уйти из этого вида спорта навсегда. Но ему предложили попробовать себя в профессиональном боксе. Шесть лет назад у Дмитрия состоялся первый бой на профессиональном ринге. А сейчас он состоит в 20-ке сильнейших боксеров России. Последняя победа открыла боксеру двери на мировой Олимп. Эта победа 20-я по счету, юбилейная, то есть и добавляет приятных эмоций именно для меня то, что был хороший соперник, который уже известен в мире бокса, который занимал хороший рейтинг. Он был, по-моему, в 20-ке мирового бокса. И победа над ним, ну, многие ожидали, что я проиграю. Не ожидали, а были уверены эксперты бокса, любители бокса. Сейчас Дмитрий на отдыхе. В первую очередь он приехал в гости к своим родным, которые живут в Славянске-на-Кубани. Встреча нашей съемочной группы с известным боксером прошла в спорткомплексе «Лидер». Там как раз тренировались юные боксеры. Увидев знаменитого спортсмена, они окружили его и засыпали вопросами. Дмитрий с радостью отвечал на них и давал советы. Ведь он когда-то был таким же юным и начинающим спортсменом. Мы сегодня встретились с профессиональным боксером Дмитрием Михайленко. Мне очень понравилось, какие он нам советы рассказал. Он был таким же мальчишкой, но вырос до профессионального боксера. Я хочу быть таким же, как он. Эта встреча еще раз доказывает, что нет ничего невозможного. Главное – целеустремленность и упорный труд. Дмитрий Михайленко признается, что в таком возрасте, как эти мальчишки, даже не думал, что может выйти на такой уровень. Возможно, и среди этих мальчиков растет будущий чемпион. Тина Копачевская, Александр Косицын. Программа «События».